МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сесть на скамью подсудимых решился только со второго раза. Сначала ему показалось, что капюшон на куртке недостаточно скрывает лицо. Потому Овчинников попросился на выход и вернулся уже в медицинской маске. За час, в течение которого оглашался приговор, он ни разу не посмотрел в глаза потерпевшим. У одного из покойных, Сергея Быковца, осталась жена и двухлетняя дочь. Они находились дома, а вот мать убитого пришла в суд, чтобы услышать вердикт. Ой, с криминалом никогда не связанный был. Вообще никогда чужого не брал. Совершенно. Простой. Так он учился при школе, они заканчивали курсы были. Раньше же учили при школе, получил водительское удостоверение там. Ну вот работал на этой базе, как она называется, не знаю. И в аренду брал, как таксова. Со своей второй жертвой Александром Пальцевым Овчинников и вовсе не был знаком. Саша, брат мой, вообще не знал никого из них, кроме Сергея. Так как Сергей Быковец снимал квартиру рядом, где жил Александр. А их он вообще не знал. Я вообще была в шоке, когда узнала вот это вот все. Роковые события, унесшие жизнь двоих парней, произошли в мае 2016-го. Четверо молодых людей, в числе которых был Овчинников, решили немного развлечься. Выехали на берег Ингады за Антипихой. Выпивали и стреляли из карабина по пустым бутылкам. К слову, хозяином оружия был сам Овчинников. Позже выяснилось, что приобретал он его незаконно и разрешение на хранение никогда не получал. Далее все разворачивалось, будто по написанному подсудимым сценарию. Внезапная ссора, винтовка оказывается в руках Овчинникова, а следом раздаются выстрелы. Погибших от его рук двое. Тела парней он небрежно бросает в кусты и приказывает выжившему садиться за руль авто и ехать прочь. К тому же Овчинников торопился спрятать оружие. Они хотели вернуться на место преступления, на похищенном, прошу прощения, на похищенном, на угнанном автомобиле. И столкнулись с сотрудниками полиции, которые уже были на месте преступления. Когда пытались покинуть это место, разворачивались и совершили столкновение с полицейской машиной. К слову, Моздадемио, на которой перемещались злоумышленники, арендовал один из убитых, Сергей Быковец. Подсудимый Овчинников признал свою вину во всем, кроме угона автомобиля. Ведь по факту за рулем находился другой человек, Жабутинский. Он, кстати, до сих пор в бегах. И следствию о его местонахождении пока ничего не известно. Овчинников же лишен свободы сроком на 20 лет. В действиях подсудимого особо опасный рецидив. То есть он дважды был судим за преступление, предусмотренное частью первой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших. У него два приговора. Кроме того, да, суд учел то обстоятельство, что он совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, с применением нарезного оружия и также его состояние здоровья. Марина Лиханова, Максим Лобачев, ЗАПТ-ТВ. Оболгала супруга 24-летняя Четинка заплатит 20 тысяч рублей за ложный донос на мужа. Летом 16-го семейный скандал завершился сбором чемодана. Девушка в порыве гнева собрала супругу вещи, которым приложила и мобильный, что приобретался совместно. Спустя некоторое время обида у девушки на мужа прошла, и она решила вернуть любимого. Только тот от возобновления отношений отказался. Тогда бывшая жена решила отомстить супругу и обратилась с заявлением в полицию. Девушка пожаловалась, что ее муж якобы украл у нее телефон. После проверки уголовное дело было возбуждено на саму заявительницу за заведомо ложный донос. Не получилось обмануть российскую таможню гражданину Китая. В августе 2016 года мужчину задержали на границе. В ходе обыска у него изъяли 13 слитков драгоценного металла, общий вес которых больше 2 килограммов, а стоимость свыше 6 миллионов рублей. Дорогой груз мужчина прятал в боковой стенке автобуса и в коробке с вафлями. Он полностью признал свою вину. Суд назначил контрабандисту наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года и штраф 500 тысяч рублей. А на этом у меня все. Оставайтесь на Первом Независимом, будьте бдительны и берегите себя.